Так, ну что ж, бложек, включение. Вот и наступил этот день, мой день рождения. Так, ребят, ну давайте, чтобы клип получился, будем... Давай. Давай. Старый штатив мой, у которого я убрал по два звена, по два шарика. Очень, правда, отдельный просто дизреспект и вообще тем, кто придумал вот такие штативы, прорекламировал все это дело. Это у нас Уланзи. Мне он не понравился, потому что вот в этих местах ножки очень легко ходят туда-сюда, раскладываются и складываются. Что хочу сказать по поводу автомобиля данного. Вот сейчас у нас ледяной дождь прошел, все нафиг замерзло, там корка льда огромная. Отогрелась машина быстро. Единственное, конечно, есть проблемы с тем, что это передний привод и довольно-таки не особо бодро она едет. По такой-то каше тем более. В общем, зимой страдать, но в целом очень комфортно. Мне нравится, когда ты снимаешь контент, тебе машинку. Помыли бесплатно. Поскольку именно полноценных видео записать у меня пока что нет возможности, присутствуют некие трудности съемки. Плюс появился новый формат подкаста, а это достаточно ответственное мероприятие. Записывать такой формат регулярно, хотя бы раз в две недели, тоже сложно. Также пошло некоторое количество съемок на предприятии. Съемка была. Что по поводу MacBook? Соответственно, раз он стоит у нас в кадре, мне очень понравилась вот эта вот экосистема. До этого MacBook у меня был примерно 10 лет назад. Тогда все было совсем плохо. Купил я MacBook Pro 14 на M1 базовый. Сколько он? Две недели, наверное. Мне очень все нравится. Ну что, ребята, распаковка. Смотрите, какую лялю ценную урвал. Как говорят все, надо визуализировать. Вот я визуализирую. Заказал себе вот такой классный чехол для Япон 14 Pro Mach. Говорят, классный, качественный американский телефон. И смотрите, еще вот такой вот чехол. Тут даже место есть под банковскую карточку. Счета на которой мне хватит, чтобы не работать до конца жизни. Если я умру завтра. Это ROTCASTER PRO с таким замечательным микрофоном, который я периодически вещаю. Бэээм! Вот такая вот штука. Подключается сразу же в компьютер. Можно к телефону. И сразу же вещайте с хорошим звуком. Тоже динамический микрофон, как и этот. Только без вот этого всего. Хотя эта штука очень крутая. Она может себя писать и куча-куча всего. В общем, блин, какой же он красивый. Микрофон я распаковал, посмотрел. В принципе, неплохой. Цвет не прям белый, а он чуть-чуть молочный. И первая же проблема и огромный минус. Тут есть под 1,4 переходник металлический. У микрофонов в целом всего два стандарта. Вот это большая резьба и маленькая. Переходника нет, хотя он должен быть в комплекте. Значит, вот наша микрофонная стойка, казалось бы, самая дешевая. Там рублей 300 она стоила. И здесь соответствующая вот как раз вот такая резьба, чтобы поставить микрофон. И этот микрофон вы уже сюда не поставите. Нужен что? Переходник. То есть получается у меня стойка только с такой резьбой. И вот этот микрофон я сюда никак не поставлю. С айфоном этот микрофон не работает. USB Type-C на Lightning. Нужен переходник с Lightning на USB-A. На обычный USB. Тогда здесь появится питание. Android-телефон будет работать нормально. Был ноутбук Dell XPS. Все уверяли, что он классный. Там Radeon Vega. Вот эти вот видеокарты мощные. Что-то там всего наговорили. Но в итоге все разрушилось. Камень преткновения. В общем, это железо. Но все разрушилось в один момент. Когда я загрузил программу для монтажа. Я монтирую в DaVinci. И все стало тормозить там. И я понял, что, блин, работать на таком ноутбуке невозможно. Даже с минимальным настройками. Но как печатная машинка было здорово. Я даже в поездки в некоторые брал. Скидывал материал на него. Что-то отбирал. Даже в поездках. Но вот что-то делать было невозможно. Купив спустя 10 лет Mac. И попробовав Windows относительно недавно. Я могу сказать, что на Mac'е прям все удобно. Ну и классика. Почта России. Посылки стабильные. На неделю задерживаются. Вот в таком состоянии все это дело приходит. Микрофон пушка. Ставим на зарядку. И, наверное, сегодня буду записывать распаковку. Ну что ж, друзья. Пока я был в поездке и покорял Уральские горы. В минус 40 приехало несколько посылочек. Сейчас буду смотреть, что тут. Трехметровый кабель для микрофона. Специально. Красненький. Чтобы красиво было. Вот такой вот кейс жесткий. Для того, чтобы фильтры хранить. И набор 50 штук, если не ошибаюсь. Хомутов для скрепления проводов. Вот такие хомутики. Также еще вот такая клевая стойка из нержавейки. Чтобы возить все это дело на съемки. И ставить свет на нее. Очень красивая. Хотя, на самом деле, сейчас смотрю. Мне она как-то больше доверия внушает. Я их уже затестил. У меня две штуки. А та чисто по фану купленная. Просто дешевле стоила. Кстати, у Ландзи написали. Прикиньте. Мы посмотрели ваш YouTube канал. Но количество подписчиков мало. Поставьте лайк уже. Подпишитесь на канал, если вы случайно зашли на видео. Я буду видеть количество подписчиков. Здесь растет. Оно растет. Но хотелось бы, чтобы мы быстрее набрали вот эту критическую массу. Мне бренды начали присылать различные товары. Я делал больше обзоров. Я не как видеограф какой-то или фотограф. Я также занимаюсь путешествиями. Очень разноплановый контент на канале. Из-за этого его смотреть кому-то будет интересно, кому-то нет. Поскольку съемок стало больше, канал растет, контент стал более ответственным, что ли. Конечно, хотелось бы и более ответственно его выкладывать. Поэтому, наверное, будет какой-то период, когда видео будет чуть меньше. Но это будет все в угоду того, что я буду стараться их делать более качественные. Путешествия по-прежнему за последние, наверное, года, два или три я не беру с собой профессиональные. Я снимаю все на экшн-камеру или на телефон. По-прежнему у меня до сих пор iPhone 12 Pro Max синенького цвета. Вот он замечательный в чехольчике. Тоже в процессе его замена на 14 Pro Max, потому что там лучше камера. И по фотовозможностям, и по видео есть макросъемка. В общем, куча всего. Очень хочется, честно скажу. Но есть какие-то вещи, которые первоочередны. Допустим, тот же самый ноутбук. Потому что я планирую полностью уйти с Windows. Отсоединили ноутбук от монитора и погнали дальше на стационаре работать. Я рассматриваю немножечко другой сценарий. То есть в дальнейшем продажа компьютер на Windows. О нем я так и не записал видео. Он у меня, наверное, лет пять. Там две видеокарты. NVIDIA, процессор AMD Ryzen. Компьютер достаточно слабый уже по сегодняшним меркам. Но при этом на нем вполне комфортно монтирует. Потому что покупалось железо туда с запасом на будущее. Просто пиздец, как это все откапывать. Как всегда, времени снимать нет. Непонятно еще на каком этаже. Сегодня у нас корпоративчик. Так, ребят, получили аванс, короче. Небольшой аванс просто. Вот чисто за то, что мы приехали. Просто присутствовать. Буду держать вас в курсе. А это видео чисто вот, чтобы вы не пропадали. Мы не терялись. Напишите в комментариях что-нибудь. А то смотрите и ничего не говорите. Всем спасибо. Всем пока. Всего доброго. Уже март на носу. А я даже видео не сделал. С зимних поездок всяких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok